Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети магазинов Титан Мы купили стиральную машинку и она работает не хуже новой Очень помогает нам, так как у нас двое детей Мы рады, что смогли сэкономить Титан для всех и каждого Здравствуйте, в эфире первого городского проект Место происшествия В студии Алина Котрихова и сегодня в программе Летел под сотню На дамбе Макарии бесправник на ладе врезался во встречный Рено Логан Аварийный Новый год Два человека погибли и еще трое получили тяжелые травмы в ДТП в Уржумском районе Жили мирно, а потом накипело В Кирове арестован 43-летний мужчина, который под Новый год зарезал свою сожительницу Устроил себе несчастливый праздник водитель лады 99-й модели у дамбы Макария В канун Нового года он хорошенько разогнался, вылетел на встречку и врезался в Рено Логан Вероятный виновник Аварий оказался бесправником Он признался, а перед поездкой немного выпил Кровавые кадры последствий ДТП зафиксировал Павел Москвин Это первые минуты после удара Сотрудники ДПС интересуются состоянием здоровья водителя 99-й По словам очевидцев, Лада сначала зацепила Митсубиси Голланд Затем на встречке она протаранила Логан О скорости и силе удара можно было узнать по застывшей стрелке на спидометре Лады Почти 100 км в час очевидцы уверены, что машина ехала гораздо быстрее Мы стояли на заправке, видели это все Он летел где-то 160 и дал, короче, Логану в морду Откуда он ехал? С какой стороны? С Кирова Удивительно, что при таком столкновении водитель ваза Андрей остался жив В это время врачи оказывали помощь водителю Рено Логан Предварительный диагноз – сломаны нога и ребра Друзья и знакомые водителя Рено высказали рулевому лады все, что они о нем думают А ты что, выпил что ли? Выпил? Ты так хуйни говоришь Что болит у тебя? Ничего не болит его Ты что, спасся курт? Завна курт Андрей жаловался на сильные боли в ногах и сильный холод Медлить нельзя, на улице мороз и пронизывающий ветер Но у спасателей много работы Нужно было срезать стойки, двери, убрать панель приборов и раздвинуть друг от друга детали кузова Перед тем, как вызволить из салона автоводителя, медики дали ему обезболивающие Обоих пострадавших госпитализировали У водителя 99-й взяли пробу крови для экспертизы на состояние опьянения Скорее всего, наказание будет зависеть от результатов теста и степени вреда здоровью водителю Реном Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия Два человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы в ДТП в Уржумском районе Там столкнулись две модели ВАЗа, Шестерка и Приора Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» Материал подготовил Сергей Пичугин Авария произошла вечером 5 января на трассе Киров-Малмы-Шведские поляны 22-летний водитель «Шестерки» вылетел на встречку 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, не имея права управления транспортными средствами Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения Где совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора» В результате происшествия 61-летний мужчина-пассажир автомобиля ВАЗ А также 21-летняя девушка-пассажир автомобиля «Лада Приора» погибли на месте Оба водителя, а также 27-летняя женщина-пассажир автомобиля «Лада» Получили тяжелые травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение Еще одна трагедия произошла 8 января в Слободском районе По предварительным данным ГИБДД, 56-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой После сильного удара мужчина за рулем легкового авто погиб 7 января на трассе «Вятка» в Орловском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода По предварительным данным полиции, мужчина неожиданно выскочил с обочины на дорогу, где его сбил водитель «Форда» От полученных травм пострадавший скончался 4 января в Кирово-Чебецком районе столкнулись две встречные «Лады» – «Калина» и «Икс Рэй» По предварительным данным госавтоинспекции, 51-летний водитель «Калины» выехал на встречку и проторонил отечественный кроссовер Женщина-пассажир второго авто погибла Также травмы получили еще два пассажира «Икс Рэй», в том числе и 7-летний мальчик Пострадал и водитель «Калины» От прохождения экспертизы на алкоголь он отказался Теперь мужчине грозит уголовная ответственность В Орловском районе УАЗ съехал в Кювет В итоге три пассажира получили травмы, двух госпитализировали Сергей Пичугин, место происшествия Впереди у нас короткая реклама, не переключайтесь и смотрите далее Жили мирно, а потом накипело В Кирове арестован 43-летний мужчина, который под Новый год зарезал свою сожительницу Вы смотрите проект «Место происшествия» и продолжаем выпуск В Кирове арестован 43-летний мужчина, который под Новый год зарезал свою сожительницу Убийство произошло в доме на улице Чайкиной Погибшая была старше обвиняемого на 13 лет 30 декабря вечером между сожителями произошел конфликт Пьяный мужчина схватил нож и несколько раз ударил женщину Все подробности в нашем следующем материале Жену зарезал А как так? При каких обстоятельствах? Ну как? Просто у нас все с ней что-то проуки Я ей сказал, я тебе всю мазовлю Взял нахуй, три удары на жену По словам обвиняемого Алексея, до этого случая с сожительницей Еленой у него не было конфликтов Возможно, ругались, но до рукоприкладства дело не доходило У нас ничего с ней такого не было, вообще не было Мы с ней жили, б***ь, ну как мирные, б***ь Я сказал, я мужик непростой, б***ь У меня все закопило, б***ь, все душой, б***ь, заиграло Я ей сказал, ну ты б***ь, держи, б***ь, родная Взял нож, как охотнул б***ь По данным следствия, Алексей нанес не менее четырех ударов женщине в грудь После чего она скончалась на месте Эту картину одним из первых увидел сосед Николай Мужчина зашел в гости с бутылкой пива, чтобы поздравить соседей с наступающим Новым годом Такая пульс, она говорит, живая Я пощупал, она говорит, я ему говорю, она мертвая, она не живая Я пошел паницу вызывать По словам Николая, он был в шоке Своих соседей он считал спокойными людьми Она старше, на 15 лет его Она пенсию получает, он-то не работает А брат ему помогает, он пазики держит, автобус у него, брат там Я на пенсию и вот, и кушает, она и готовит, и вкусно готовила, и все Ну, про нее я плохо вообще не могу сказать Впрочем, в последнее время ситуация в семье ухудшилась Обвиняемый Алексей стал часто выпивать, занимал у Николая деньги на спиртосодержащую жидкость По 25 рублей занимает В неделю по несколько раз Там на шкалике Да-да-да, на шкалике, на шкалике Постоянно, и никогда не дает Он мне столько задолстал, так по идее туда-сюда Вот так вот, скрываю Так Нож здесь был Хорошо, поняла Я ногу взял Так И туда В итоге скрываться с места преступления Алексей не стал Свою вину он признал на проверке показаний Обвиняемый показал следователям Что произошло в комнате в тот день Еще два на меня, еще семьи на меня орать Ага Мата на меня там кроют Ну, я, короче, беру эту самую Вот такую, прям бочину ей Ага Вот вторым ножом Мужчина характеризуется отрицательно Злоупотребляет спиртными напитками Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме Сейчас мужчина арестован За убийство жены ему грозит до 15 лет тюрьмы Расследование продолжается У нас такого неба никогда с ней не было Я вам отвечаю за больше Базар это я отвечаю Потому что я сам Коля знаю Я больше криминалист Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин Место происшествия Провести новогодний корпоратив с размахом Получилось у полковника противопожарной службы Изуржума Владимира Кислицына Отмечал праздник он в Кировском ДК «Космос» После танцев и застолья Домой он решил ехать на своей мазде Водителя задержали сотрудники Росгвардии Когда он собирался выехать на большую дорогу Доброй ночи, пропорщик Туторина Как самочувствует? Работа Спиртного потребляют? Нет Состояние водителя Кислицына Стало понятно после того, как тот едва не упал Выйдя из машины Документы на машине Координация явно нарушена От водителя пахло спиртным От него потребовали права Но вместо этого он решил надеть свой полковничий китель с медалями Видимо, посчитал, что это как-то спасет ситуацию После задержания мужчине было не до разговоров И тем более не до празднования Нового года Сотрудники Росгвардии передали задержанного инспектором ДПС Полковнику противопожарной службы в отставке Предстояли стандартные для пьяных водителей административные процедуры Владимир Александрович При общении с вами были выявлены признаки пьянения То бишь запах алкоголя от вас исходит Вот когда подходил к транспортному средству Вы также к нему подходили шаткой походкой Согласно ли пройти свидетельствование На состояние алкогольного пьянения То бишь алкотектор Да нет Водитель Мазды отказался и от поездки к медику За это ему выписали административный материал А его машина отправилась на штрафстоянку Как выяснилось, Владимир Кислицын Служил в пожарной охране почти 34 года Возглавлял 5-й отряд Федеральной противопожарной службы в Уржуме За это время он зарекомендовал себя как отличный сотрудник Был награжден несколькими медалями Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия Сейчас мы прервемся на короткую рекламу Не переключайтесь и смотрите сразу после нее Краш-тест Нивы и Гранты На улице Московской камера зафиксировала, как столкнулись две лады А мне бампер ни к чему Опа! О! На перекрестке улиц Ломоносова и Мира Водитель Фольксвагена не заметил внедорожник Митсубиси В эфире проект «Место происшествия» мы продолжаем выпуск На улице Московской камера зафиксировала, как столкнулись две лады Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике видеорегистратор На перекрестке улиц Московской и Менделеева Гонщик на Ниве решил проехать на желтый сигнал и въехал в Гранту На перекрестке улиц Лениной и Современной произошла похожая ситуация На перекрестке улиц Ломоносова и Мира Водитель Фольксвагена не заметил внедорожник Митсубиси и остался без бампера Опа! О! На улице Украинской таксист Налифани спровоцировал ДТП О! Пипец! В итоге девушка на Тойоте въехала в припаркованный в сугробе фургон По ее словам, таксист не стал отрицать свою вину Страховая компания виновника оплатит ремонт Тойоты На улице Щерса у торгового центра встретились два лихача на легковушках Этим роликом автор видео решил напомнить автолюбителям, что на этих дорогах есть ограничение скорости до 20 км в час На перекрестке улиц Ленина и Воровского водитель фургона поехал на красный и въехал в Митсубиси После столкновения виновник аварии ненадолго остановился, а потом скрылся с места ДТП На улице Лепсе таксист на Калиния зацепил Весту на повороте Опа! А-а-а! Заел! Заел! Блин, уроды! И уехал! Нормально! Таксист! Михаил Вагин. Место происшествия А-а-а! Заел! И это все на сегодня Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия И сняли его на свои мобильные телефоны или любительскую видеокамеру Присылайте видео на наш электронный ящик МПКРОВСОБАКА.Инбокс.ру Или звоните и сообщите по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта Место происшествия вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии была Алина Котрихова. До встречи! Новый год не за горами! Ты в Титан быстрее спеши! За подарками для близких от своей большой души Компания Титан для всех и каждого